Для команды это межсезонье. Как вы сейчас оцениваете готовность команды к сезону? Считаем, что вполне нормально прошло межсезонье. Свои задачи по подготовке на первый взгляд мы выполнили. Конечно, только старт чемпионата покажет, насколько все было правильно и качественно сделано. Но в целом то, как мы провели сборы, считаю вполне нормально. Насколько сейчас сложнее? Потому что в том году вы поразили болельщиков. И сейчас от клуба ждут еще больше результатов. В прошлом сезоне были свои сложности, сейчас свои. В прошлом сезоне мы не имели практического опыта игры в РПЛ. Сейчас он у нас хотя бы в рамках одного сезона есть. Но сейчас свои сложности. Понятно, что мы команда такая, которая, к сожалению, сейчас теряет футболистов. И не просто футболистов, а лидеров, которые уходят по-настоящему хорошие клубы России. Мы думаем о том, как наших лидеров заменить. На сегодняшний день у нас есть какие-то кандидаты. Но к сегодняшнему дню кого-то конкретно взять на усиление еще не получилось. Но наш спортивный департамент работает. Он ищет футболистов. Есть кандидаты. Мы не хотели бы взять кого-то, лишь бы заполнить формально, количественно нашу заявку. Мы бы хотели футболистов, которые могут развиваться, которые подходят нам по стилю и которые могут быть хорошей частью коллектива, которым мы сейчас гордимся. И можно ли по итогам совещания, насколько важна поддержка губернатора? Да, губернатор действительно всегда с нами, всегда поддерживает. И сейчас мы тоже проговорили итоги вот такого межсезонья. Поблагодарили губернатора очень за то, что на базе у нас мы заменили поле. Это большая, трудоемкая и недешевая работа. Но сейчас мы можем уже работать на собственном качественном поле без ограничений. Ну и уже пожелание от губернатора, конечно, это зайти в сезон, выигрывать, радовать болельщиков. И команда, так он надеется, мы его должны, конечно, в этом поддерживать. Самое главное, должна быть также радовать наших болельщиков в этом сезоне. Игорь Иванович, а футбол как-то крылья будет меняться в новом сезоне? Потому что в прошлом сезоне он был очень ярким, одним из самых завещанных в ЛПЛ. Может быть, какие-то новые тактические идеи, понятное дело, без конкретики, но тем не менее. Ну да, тактические идеи есть всегда. Насколько будет футбол меняться, конечно, покажет время. Мы сейчас не можем сказать, что у нас будет обязательно там все получаться. Но мы, конечно, хотим играть более качественный, сложный футбол. Но зависит это, конечно, и от многих факторов. В том числе и от исполнителей мы должны соответствовать тому уровню требований, который есть. Надеюсь, у нас все получится. Игорь Иванович, перед каждым сезоном вы всегда называете трех капитанов команды. Кто они будут на новый сезон? Знаете, обычно мы такие вещи говорим на таком финишном совещании каком-то или там собрании командным. У нас его еще не было. Это будет перед отъездом, ну такое, мы проговорим такие базовые вещи перед отъездом в Оренбург. Но не думаю, что что-то кардинально будет меняться. Эти вещи важны, когда коллектив только строится. Сейчас он хоть и без каких-то там лидеров, но все-таки достаточно устоявшийся. Исключительный вопрос. Оцените старт сезона Оренбург на выезде, Зенит на выезде и потом Торпеда дома. Вот как это влияет на подготовку, может быть, на ваши мысли? Знаете, кто-то может сказать легкий календарь, два дебютанта ФНЛ, пришедшие из ФНЛ, плюс там Зенит на выезде, совсем легкий матч. Вот, ну так, который, ну будем говорить, вот меньше всего можно ругать команду, когда она на выезде проигрывает Зенита. И в какой-то мере этот матч может быть психологически легче. Но, знаете, у нас чемпионат такой, что каждая команда уже много лет может отнять очки у другой. В прошлый сезон все команды, которые вылетели до самого последнего тура, ни одного матча не сыграли так, чтобы их кто-то прошел, ну, как бы с запасом. Все время команды, даже вылетевшие, у других отбирали очки, ни одного легкого матча. И уверен, те, кто зашел сейчас, это такие же крепкие команды, которые перед собой ставят задачи. И это будут сверхсложные игры, и мотивированные команды, которые только зашли, в том числе Гринбург, перед своим зрителем на искусственном поле, в такую там температуру, насколько я так знаю, там в районе 35, может быть, будет весело. Спасибо. Спасибо. Спасибо.